Бог дает Авраму обещания. Прошли годы. Аврам вырос, стал взрослым мужчиной и женился на своей двоюродной сестре Сарай. Сарай была так же добра, как и прекрасна, и любила Бога всем сердцем, как и Аврам. Они вместе воспитывали своего маленького племянника Лота, у которого умерли отец и мать. Аврам стал пастухом. Он ушел жить из Ура в Харан и пас своих овец на лугах возле городских стен. Многие семьи присоединились к нему. Они отказались от служения идолам и молились одному только истинному Богу. Но в городах люди все еще поклонялись идолам и называли Богом злого царя. И тогда случилось событие, которому суждено было изменить всю жизнь Аврама. Однажды ночью, когда он прогуливался один под звездным небом, он услышал обращенный к нему голос Бога. «Аврам! Оставь свою страну и отцовский дом и иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя и возвеличу твое имя. Через тебя познают меня все народы земли». И Аврам вместе с Сарой, Лотом и теми семьями, которые присоединились к ним, вышли из Харана и тронулись в путь. Во главе каравана ехал Аврам. За ним ехали на верблюдах женщины, дети и старики, шли маленькие ослики с огромной ношей на спине, шли пастухи со своими стадами. Замыкали шествие юноши, вооруженные луками и копьями. Каждый вечер Аврам выбирал место для ночлега. Затем верблюды опускались на колени, и люди сходили на землю. Ставили шатры, разжигали огонь. Наутро они снова трогались в путь. Горячий песок обжигал их ступни. Они страдали от палящего солнца. Жгучие ветры пустыни швыряли им в лицо песок. Приходилось переходить через реки, но путники шли дальше и дальше. И вот настал день, когда перед ними открылась широкая прекрасная равнина. Перед глазами путников растелались зеленые луга, струились потоки воды, вдалеке виднелись горы. Это была Ханаанская земля. Сердце Аврама переполнилось радостью. «Как прекрасна эта земля!» — воскликнул он. В расщелинах гор струятся потоки воды. Есть тенистые деревья, пастбище для скота, ячменные и пшеничные поля. И тогда Аврам услышал голос Бога. «Аврам, я даю эту чудесную землю тебе и твоим детям и твоим потомкам в вечное владение!» В великой радости Аврам созвал людей, и они возблагодарили Бога. Так началась жизнь Аврама в стране Ханан.